Манускрипты Мертвого моря. Подлинник или искусственная подделка? Мертвое море – уникальное место на земном шаре. Оно окружено пустыней со всех сторон. В его воде не живет рыба и невозможно утонуть. Его побережье интересно археологическими достопримечательностями. Наиболее загадочными из них являются легендарные пещеры Кумрана, где были найдены самые древние манускрипты, написанные 2000 лет назад. Некоторые из свитков на тысячу лет старше самой древней Библии, сохранившейся к настоящему времени. Так ли это? В настоящее время эти загадочные свитки являются национальным достоянием Израиля, датированные они первым веком до нашей эры. Свитки были случайно найдены в 1947 году мальчиком-бедуином, который искал пропавшую козу. Бросая камни в одну из пещер в надежде вспугнуть животное, он услышал треск. Любопытство пересилило страх, и в сумраке он увидел древние глиняные сосуды, один из которых рассыпался после меткого попадания камнем. В сосудах, тщательно завернутые в полосы льняной ткани, лежали свитки кожи и папируса, испещренные письменами. После долгих перипетий уникальные рукописи попали в руки специалистов. В дальнейшем было исследовано около 200 пещер в данном районе. В 11 из них обнаружены подобные свитки. Неподалеку находились и руины древнего поселения. С 1947 года здесь проводятся бесконечные исследования и раскопки. Обнаруженные манускрипты поставили научную общественность перед таким числом загадок, решить которые, вероятно, будет не по силам нескольким поколениям ученых. Что же представляют собой знаменитые свитки Мертвого моря? Данные рукописи рассказывают об исторических событиях времен Второго храма, 520 год до нашей эры, 70 год нашей эры. Здесь особенно интересен период от II века до нашей эры, до 70 года нашей эры, времени развития и установления монотеистической религии. Рукописи Мертвого моря содержат весьма разнообразные тексты. Сюда входят тексты всех канонических книг Ветхого Завета, причем некоторые из них отличаются от известных. Несколько неканонических еврейских списков. Семь самых ранних фрагментов рассказывают о зарождении христианства и иудаизма. Особое внимание исследователей привлекли документы общин, обитавших в данном районе. Кроме того, был обнаружен знаменитый медный свиток, содержащий списки спрятанных сокровищ. Загадка, будоражившая умы по сей день. Самый большой экспонат написан старым еврейским шрифтом, имеющим общие корни с пиктографическим алфавитом. Остальная часть текста была написана более поздним ассирийским написанием еврита и арамейским. Откуда же взялась в Кумранских пещерах эта своеобразная библиотека? Кто и почему оставил манускрипты под охраной угрюмых пещерных сводов? Ответ на этот вопрос ученые попытались найти в руинах, расположенных между известняковыми скалами и прибрежной полосой. Речь идет о комплексе сооружений 80 на 100 метров, имеющих значительную высоту. Неподалеку были найдены остатки захоронений. В одном из внутренних помещений здания обнаружены столы из гипса с низкими скамьями и чернильницы. В некоторых из них сохранились остатки чернил. Исследователи предположили, что данное место было пристанищем секты эсэнов или эссеев, о которой упоминают древние историки. Эссены, ушедшие в пустыню, вели отшельнический образ жизни в течение двух веков. Себя в текстах они именуют иудеями, что соответствует третьей ветве иудаизма эсэн, упоминаемой историком Флавием. Сектанты считали себя истинно верующими, а всех остальных – погрязшими в лжевере и пороках. Они готовились к последней битве сил света и тьмы под предводительством учителя праведности. Открытие свитков «Мертвого моря» вызвало шквал споров среди специалистов. Сразу выделилась группа скептиков, сомневавшихся как в древности, так и в подлинности текстов. Их сложно винить в повышенной недоверчивости. В 1883 году иерусалимский торговец-антиквариата Моисей Шапира тоже объявил об открытии древнего текста второзакония. Эти 15 полосок кожи вызвали фурор в Европе и были выставлены в Британском музее. Однако позднее ведущие европейские ученые пришли к заключению о том, что тексты являются грубой подделкой. Некоторые ученые утверждают, что рукописи не могут быть древними. Они аргументируют свое мнение тем, что за исключением папируса Неша, содержащего молитвы Шема, и десяти заповедей на древнееврейском, библейские тексты были известны лишь по спискам IX века н.э. А в этом случае слишком велика угроза подделок, поскольку сличить тексты с более ранними рукописями не представляется возможным. Однако проведение радиоуглеродного метода исследования тканей, в которую были завернуты свитки, в целом подтверждает древность находки и указывает на период между 167 годом до н.э. и 237 годом н.э. Сегодня мнение ученых относительно датировки манускриптов из пещер Кумрана подкреплено также историческими, лингвистическими и палеографическими данными. Установлено, что некоторые тексты написаны незадолго до разрушения Кумрана римскими легионерами в 68 году н.э. По поводу происхождения текстов споры, вероятно, утихнут очень нескоро. Впрочем, можно выделить четыре основные группы мнений. Свитки созданы членами общины Кумрана. Коллекция не имела никакого отношения к эссенам и являлась частью библиотеки гарнизона. Манускрипты являются записями предшественников или даже последователей Христа. И данные рукописи – остатки библиотеки Соломонова храма. В свитках содержатся значительно более ранние версии известных текстов. Особое значение имели обнаруженные незначительные расхождения с принятым текстом Библии. Они подтверждают достоверность поздних иудейских рукописей. Впервые научная общественность получила уникальную возможность оценить соотношения септуагинты греческого варианта Библии и древнего масорецкого текста. До открытия «Свитка Мертвого моря» все разночтения, существующие в обоих вариантах, считали результатом ошибки песцов или намеренными искажениями текста основы. Однако после тщательного анализа манускриптов выяснилось, что в древности существовало несколько вариантов священного письма, в которых придерживались разные школы книжников. От этих школ и ведут, по-видимому, свое происхождение наиболее древние из известных библейских текстов. Рукописи Мертвого моря помогли уточнить ряд неясных мест в Новом Завете и доказали, что древнееврейский язык во времена земной жизни Христа не был мертвым языком. Интересно, что в «Свитках» нет упоминания о событиях, последовавших за взятием Иерусалима. Объяснение напрашивается само собой. Манускрипты являются остатками библиотеки Иерусалимского храма, спасенными от римлян каким-то священником. При раскопках было обнаружено, что здание бралось штурмом. В пепле найдена монета, говорящая о присутствии в нем воинов 10-го легиона. Видимо, обитатели Кумрана получили предупреждение о возможном нападении и укрыли библиотеку в окрестных пещерах. Судя по тому, что свитки пролежали в них вплоть до 20-го века, забрать их после штурма монастыря было уже некому. Гипотеза, связывающая появление манускриптов с разрушением Иерусалима, подтверждается содержанием медного свитка. Он представляет собой три пластины меди, скрепленных заклепками. Прямоугольная полоса с начеканенным текстом, имея длину почти 2,5 метра и ширину 40 сантиметров. Свиток написан на разговорном иврите и содержит более трех тысяч знаков. Но чтобы нанести один знак, необходимо сделать 10 тысяч ударов чеканом. Почему для письма был использован столь необычный материал? Видимо, было чрезвычайно важно, чтобы содержание его сохранилось. И действительно, медный свиток представляет собой инвентарный список, в котором перечисляются содержание и местозахоронение клада. Текст утверждает, что количество золота и серебра, закопанное на территории Израиля и Ордании и Сирии, составляет от 140 до 200 тонн. Вероятно, речь идет о сокровищах Иерусалимского храма, зарытых до того, как захватчики ворвались в город. Но многие эксперты утверждают, такого количества драгоценных металлов в те времена не было не то, что в Иудее, но и во всем цивилизованном мире. Особо подчеркивалось, что ни один из складов не был найден. Но ведь могли существовать и копии документа. Возможно, такой список попал в руки искателей сокровищ гораздо раньше. Само наличие свитков коллекции подтверждает, что часть рукописей действительно попали сюда и из Иерусалима на последнем этапе Иудейской войны. Множество споров вызвал свиток, названный «Война сынов света с сынами тьмы». Мистический характер его содержания входит в противоречие с реалистическими деталями текста. Возникает ощущение, будто описывается национально-освободительная война. Не об Иудейской ли войне, рассказывает свиток. Этот текст – стратегический план кампании против римлян и их союзников. Причем складывается впечатление, что если бы иудеям удалось действовать в соответствии с ним, исход войны был бы иным. Используя древние рукописи, некоторые исследователи предприняли попытку связать становление христианской церкви с возрождением Кумранского монастыря между 4-м годом до н.э. и 68-м годом н.э. Тем более, что среди документов общины исследователи нашли гороскопы предтечи Иисуса. Параллель, проводимая ученой между поселением в Кумране и жизнью этих библейских персонажей, действительно интересна. Иоанн Креститель удалился в Иудейскую пустыню близ устья реки Иордан. Обратите внимание, это место удалено от Кумрана менее чем на 16 километров. Предполагают, что Иоанн был связан с Исеями или даже принадлежал к их среде. Известно, что Исеи часто брали на воспитание детей, а о юности предтечи ничего не известно, кроме того, что он был в пустынях. А ведь именно так называли кумраниты свои поселения. Ян, глаз вопиющего в пустыне, говорил о себе Креститель, дословно повторяя их лозунг. Однако впоследствии Иоанн должен был порвать с изоляции общества кумранитов. Ежедневное же священное омовение он превратил в крещение покаяния, совершаемое только один раз. На место проповеди Иоанна пришел просить о крещении Иисус Христос. Креститель сразу узнал его, хотя раньше никогда не видел. Исеи отличали друг друга по белым льняным одеждам. Интересно, что Евангелие также обходит молчанием почти 20 лет жизни самого Христа. После упоминания о 12-летнем отроке перед нами появляется уже зрелый мужчина. Он поражает своей эрудицией, цитирует священные тексты и без труда одерживает победу в спорах с фарисеями и книжниками. Где же постиг все это сын простого плотника? Семейные есеи составляли низы общины. Они занимались, как правило, плотницким или ткацким ремеслом. Предполагают, что отец Христа Иосиф, плотник, был есеем низшей ступени. И Евангелист Матфея называет Иосифа праведником. Именно так именовали в те времена кумранцев. Возможно, Иисус после смерти отца отправился в учение к посвященным. Вероятно, там он и провел годы, выпавшие из священного писания. Рерих предполагал, что Христос недолго пробыл в общине. Он быстро усвоил мудрость есеев, которые, по одной из версий, были потомками египетских жрецов-врачевателей и был отправлен в Тибет. В древних монастырях Индии, Персии и Гималаев, по утверждению Рериха, находятся документы, подтверждающие пребывание здесь Иисуса. В частности, есть сведения о человеке по имени Исса, пришедшем из Израиля и воскресшем после распятия на кресте. Христос вернулся на родину в 30 лет, в то время, когда у человека открываются чакры, и он может заниматься врачеванием. Что касается исцеления, Иисус вел себя как внимательный врач, но отнюдь не всемогущий человек. Многих он не вылечивал с первого раза. Перед некоторыми недугами вовсе отступал, советуя молиться и поститься. Видимо, он в совершенстве владел медицинскими секретами есеев, так что мог в нужный момент позаботиться и о себе. Римские источники утверждают, что Иисус скончался на кресте через 6-7 часов, хотя обычно распятые умирали на третий день. Его сняли с креста и отнесли в пещеру. Через день тело исчезло. В пещере находился лишь юноша в белых одеждах, сообщивший о чудесном воскрешении. Египетские моноскрипты сохранили множество подобных историй. Посвященные добровольно уходили из жизни, завещая ученикам воскресить их. Вероятно, одним из реаниматологов Христа был загадочный юноша в белом. Христос говорил с учениками, явно ссылаясь на пророчества, в которых речь идет о делах будущего Мессии. Но он упоминал, что мертвые воскресают, а этого в пророчестве нет. Разрешает недоумение текст кумранских свитков, в котором указано на воскрешение мертвых, как на одном из дел Мессии. Так не был ли сам Христос тем учителем, о котором говорят древние манускрипты? Но анализ выявил большие расхождения в описании обеих личностей. Да и рукописи были созданы по меньшей мере за столь лет до рождения Мессии из Назарета. Итак, сейчас научный мир убежден в том, что капризное животное мальчика-бедуина стало причиной находки старейшей из известных Библий. Свитки действительно на тысячу лет старше сохранившихся еврейских манускриптов, используемых как основа всех современных ветхих заветов. Интересно, что в масурецком тексте 900-й год н.э. содержался намек на сокровище Соломонова храма, спрятанное в 70-х годах н.э. Вспомним медный свиток. Во всех Библиях второзаконие говорит о страхе или благоговении перед Богом. Но свитки Мертвого моря говорят вместо этого о любви. Однако, как выражаются исследователи, 11-й заповеди в свитках нет. Изменения, подсказываемые манускриптами, не ставят под сомнение основные верования. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok